Привет всем! Сегодня я приготовлю французские тосты пампердю. В переводе означает забытый хлеб. Погнали! Начнем с персиков. Персики разрезаем пополам, удаляем косточку и нарезаем на кусочки примерно 2-3 см. Базилик мелко нарезаем. Берем сковороду, разогреваем, всыпаем 80 грамм сахара, распределяем ровно по поверхности. Следите внимательнее, потому что сахар коварный. Когда он только начал плавиться, сразу добавляем туда персики. Хорошенько перемешиваем и тушим 30 секунд, практически помешивая. Следом добавляем сливочное масло и карамелизируем в течении 30 секунд. После чего добавляем базилик, перемешиваем и тушим 1 минуту. Займемся малиновым пюре. 100 грамм малины, 2 столовые ложки лимонного сока, 2 столовые ложки сахара. Все это блендерим до однородного состояния. Перейдем к тостам. 3 яйца вбиваем в миску. В качестве булочки вам понадобится булочка брюш. Мне было довольно проблемно ее найти. Также лучше подождать ее 2-3 дня, чтобы она немножко зачаствела. В яйца всыпаем 2 столовые ложки сахарной пудры, 4 столовые ложки молока и 4 столовые ложки жирных сливок. На вкус булочка брюш не сильно отличается в холодном виде от той же булочки косички. Но когда я в итоговом варианте ее попробовал, она уже все-таки отличалась по вкусу. Туда же добавляем стручок ванили очищенный. Все это перемешиваем с помощью венчика. Измельчаем мяту и добавляем туда же. Еще раз перемешиваем венчика. Булочку брюш нарезаем на кусочки, удобные для жарки. Малиновое пюре, которое у нас получилось, пропускаем через сито. С помощью ложки просеиваем. Разогреваем сковороду, добавляем сливочное масло. Кусочки брюши покрываем нашей смесью, хорошенько с обоих сторон. И на медленном огне поджариваем до готовности с обоих сторон. Не забудьте подписаться на канале много вкусных рецептов. Выкладываем на тарелку саму булочку, сверху персики. Поливаем обязательно соком из этих персиков. По бокам наливаем две полоски из малинового пюре. Сверху укладываем мяту. Присыпаем сверху сахарной пудрой. И в конце выкладываем шарик мороженого. Приятного аппетита! Давайте попробуем, что у нас получилось. Базилик с персиком приятно удивил. Вкусный рецепт. Всем советую попробовать. Спасибо за просмотр. Пишите в комментариях, как вам рецепт пампер дю. Всем пока!